Ну что, друзья, мы почти достигли своей цели. Это перевал Акбайтал, высота которого составляет 4 655 метров. Сейчас мы стоим возле указателя, перевал, и сейчас пыль сотру. Так. Наш гармин показывает, что высота 4303 метра. Нам всего 300 метров? Да. То есть осталось подняться 300 метров. И, в принципе, наша вторая. И одна из высокогорных, самых высокогорных дорог мира будет у наших ног. Не перебивай меня, когда я говорю. И, в принципе, еще одна наша самая главная цель будет достигнута. Дышать здесь невозможно. Как здесь ходят велосипедисты или те, кто идет пешком, я вообще не понимаю. У меня, возможно, сломаны ребра. Болит очень ужасно. Я сейчас использую свой ремень, который мне поддерживает мой позвоночник для стягивания бедер. Чтобы было не так сильно больно. Вы видели, какая дорога. Но, знаете, ощущение стоящее. Столько всего. А сколько европейцев путешествует. А сколько из них по одному. И велосипедисты пешком. И здесь все мы путешественники. И все мы друг друга приветствуем. И это ощущение, его просто не передать. Это надо испытать. Поэтому, если кто-то может вытащить свою жопу с дивана, поднимаем и вперед. Я с вами там Антон что-то хотел рассказать. Антон. Пользуясь случаем, хотим передать привет нашим знакомым фото-дрочерам. Давай поименно. Поименно. Я думаю, что те, кому мы передали привет, они поймут. Мне солнышко просто в глаза. Извините, я уже корейский турист. Так и должно быть. Классно. Да, Ник Шова. Да, Дик Андрашов в Майами. Господа, мы взяли нашу высоту. 4631. 6300 километров. Дай пятюню. Мы красавцы. Ну что, вниз? Да нет, останемся здесь. Все. Мы вниз. И дальше. Впереди Самарканд. Душамбе. И все остальное. Решили остановиться и попить кофейку. Опять все дует у нас. Вот так должно быть хотя бы немножко меня слышно. Горный перевал, это, конечно, нечто. Пускай красоты, конечно, однотипные, но налюбоваться ими невозможно. Что там так? Сейчас мы будем набирать воду из горной реки. Антон уже сходил и сказал, что вода не соленая. Ну, может быть, совсем немножко. Потому что большинство озер, здесь даже мелких речушек, стоят возле слончиков, и поэтому они соленые. Побой, шток, я попью. Нет, с горки не могу. Прелесть ее в том, что на ней есть... Тихо, 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 тихо. На ней есть распределение огня, что дает быстрое разогревание посуды. Также у нас есть определение количества воды. Мы уже один раз с ним готовили. Знаете, очень быстро. Накрывается крышка, но эта же крышка у нас и сковородка. Данный набор нельзя использовать на костре, поскольку не те температуры там. Ладно, будем пробовать сейчас сделать в нем кофе, а я попью водички. Не соленая совсем. Тох, не наклонюсь. Удобные пластиковые ручки. Даже не пластиковые, а в резинках. Ох, ты! Задувается, сука. Задувается? Ну, сейчас она разогреется. Не будет шикать. А, там же у нас с водой. Вон, даже засечь, конечно, как быстро она сделается. Мои ребра. Так же у нас есть чашечки с собой. Термокружка. Ну, стандартного типа. С ручкой сверху закрывается крышкой. И с отделением для питья. То есть, можете открыть и закрыть. Мы их пробовали на Иссыку, лепили из них. Ну, достаточно, да? Так. Удобно. Можно уйти с ними куда. Да, удобно. Можно уйти, посидеть. Закат. Водичку мы набрали с данной речки. Прикопятили. Так вернемся к кастрюле Инферно. В чем прелесть? Распределяющая площадка. Когда сюда подается нагонь, она распределяется вокруг. Вся легкого сплава. Очень быстро нагревается. Тут есть разделение на литры и, судя по всему, граммы. Да, это что-то такое. Веси, вон, 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 вон. Мы как? Да, а вот эта крышка, она же у нас получается... Так же получается сковородочка. Набор достаточно легкий. Убирается... Можно треснуть по хлебальничку. Убирается в небольшой... В небольшой такой мешочек. Потом в собранном виде, я вам покажу, как это выглядит. Но в целом, место она занимает... У нас в нее также влезли стандартные туристические мисочки, что... Мисочки это наши. Вот, но они в нее влезли. Бля, что тебе? Вот, были бы кружечки, может быть... Ну, если не сделаны, может быть, влезли бы из кружек. Но с термокружками, конечно, офигенно. Очень удобно. Ну, особенно, когда вы стоите под вечер, можно не появиться, что у вас может остыть вода. А если вы идете в горный поход, то вообще вам незаменимая штука. Мы сейчас находимся на высоте 4100 метров. У нас жарит солнце, а мы пьем кофеек. Ну, кастрюлька очень удобна. Собирается в маленький мешочечек и в походном варианте. Надо брать. Проверено на себе. Ну, то, что мы вам рассказывали. Спокойно набор убирается туда. О, кстати, у нас тут удобное. Это больше такое развлекательное, но мне очень понравилось. Вилка с ложкой от Novotor. Зачелки, это знаете, чтобы в походе вашу вилку никто не стырил. Вы всегда можете вешать ее себе на шорты. Спокойно закрывается. Видите, а это так защелкивается. Кого заинтересовало, ссылочка будет в описании. Че ты там орешь? Между прочим, хорошего московского бензина. Че, московский привез? А я же нигде не заправлял. Красавчик. Ребят, я жру вторую канистру. Моим 500 кубом очень мало. На перевале он просто сжирает бензин. Тогда как 650? Я не знаю, она их, наверное, вырабатывает. Да. Заливаем московский бензин в Таджикистане. Останетесь в таком месте, где пески дуют прямо в лицо. Видите, уходит такая песчаная буря. Нам совсем немножко осталось до Мургап. Навигация пишет. 8 километров примерно промежуток. Я думаю, что это около 40. Плюс-минус. То есть 8 километров, я думаю, что около 40. У Тохи реально не жрет бензин-мотик. И я понял, что малокубатурный мотоцикл не для меня. Ну что, мы с вами здесь ночуем, да? Заправить с кем углеводку еще, да. Да. Ну, из гостишка. А что, давай позвоним этому. Мне все равно кем пересекаться, а то, может, ну, как бы, может, человек ждет. Ну, набери. Я заснял как-то дворачивый. Я заснял, я заснял. Нет, ты тебя не собирался, конечно. Ди, гони, я видел. Колбасит. Сейчас ему звонить будешь? Он к себе потащил. Я бы не хотел. Значит, может, еще где-то был банк. Привет. А мы русские. А, русские. Приветствую. Покажи, пожалуйста, а банк, банк только один, да? И вон там есть, да? Поехали, да, я им попробую. А гостиница вот эта, да? А как, как, сколько стоит гостиница? Долларов именно, да? Ну, я понял. Ну, мы сейчас попробуем поменять тогда. Да, а если что, баксами мы можем? Да, доллары? Да. Ну, нам и заправиться, мы заправиться. Мы и заправиться хотим. У нас есть заправка. У вас есть заправка? Да. Цена одна и так же, просто. Пять с половиной. Ну, а это 90 с парабином? Все. Ну, нам все равно менять. Деньги менять. У вас много? Ну, нам, мы только въехали, получается. Ну, я понимаю, они поменяют. Ну, поменяем, но просто не уверен, да? Да не, не так много. Не, а мы... Это получится, баксов, наверное, по 150, по 100 мы поменяем. Как? Да. Да? Да, подожди. Так, нас не сдал. Не, ну подожди. Ну, мы можем в этом потом... Утром в банке поменять? Да не утром в банке, мы можем потом... Ну, я у тебя понял. Но все равно мы сейчас что-то там. Ну, да, сейчас нам пожить, поесть. Ну, заправиться. Ну, хорошо. Сколько нам до... А, видишь, она нам скажет, что очень много киргизов здесь живет. Нет, это киргизская районка. Да? Да, вообще, да. Ну, то, что оттуда заезжали, а вот, ну, еще на Перевану, там, ну, берем, да, они прям... Да, они киргизские деньги берут, они берут киргизские даже лучше, да? Да, все киргизские. Ну, отсюда, да, достаточно, наверное, примерно тысячи панетов. А если мы еще через низ пойдем, то это тысяча двести. Ну, наверное, да, которая вдоль Афганистана идет. Ну, там, дорога, наверное, не хуже, чем мы все ехали. Хуже. Хуже? А что там? Ну, пойду видеть. Ну, то есть, ну, такая вот. Байки, это, знаете, очень рано. Да? Вот, рано. Там просто нету дороги, наоборот. Пустыня, там, лужа и все. Тоже, что какие-то другие. Так, ну, хорошо. Так, как нам тогда лучше? А ты за гостиницу, да, отвечаешь? Да. А, ну, то есть, мы можем заселиться там и это сам пока за доллара. Да? Так удобнее? Только я вам на этой даче в саванине. Ну, ладно, пускай, ничего страшного. Я думаю, где-то на сотни долларов у меня на люксе будет. Ну, нам просто... А вот это кафе, да? Вот это? Нет, кафешка внутри. Это магазин у нас. Бар тоже есть там внутри. Душ, ну, все остальное. А это в номерах душ, туалет есть? Ну, смотри, какой номер выглядит. Здесь люксовый. А люксовый сколько стоит? В общем, там, где душ, туалет есть, скажи, пожалуйста, сколько стоит. Самый простой душ, туалет. Общий душ пойдет? Общий душ это... Вместе с остальными. Ну, там три копейки, можете двоем зайти, закрыться вам, и кто-то не будет мешать. Я же где-то все равно. А туалет в номере будет? Ну, если люксовый верю возьмите, то это 40 долларов за двоих. Если простой номер, который общий душ, это 28, 12 долларов разница. Давай возьмем люкс. Ну, я... Все равно. Все, да, мы, наверное, туда возьмем люксовый номер. Ну, все, поехали. Вы знаете, да, наши условия, это еле как построили гостиницу, люкс, это не с телевизорами. Да нет, главное, что душ, туалет был внутри. Это самое главное. А туалет как бы нормальный, да? Пойдем. У меня просто нога сломанная, мне неудобно садиться. Унитаз. Да, вот унитаз то самое, а вот к этому дырку я не попадаю. Ладно, проказывай, куда вставать. Позади отеля у нас там есть, это, на почечном стоянии. Вот сюда и вокруг? Вот так, направо и вот так. Все, хорошо. А потом отсюда заходить? Да, да, да. Отлично. Ну что, друзья, мы достигли своей цели, как мы уже сказали. Памир не так сильно нас ошеломил, скажем, как мы ожидали. Да, это перевал, это самая верхняя точка. Фух. Все равно еще находимся высоко и говорить очень тяжело. Особенно, когда ходишь. Что, впереди у нас Душанбе. Впереди у нас много что еще интересного. Будут наконец-то прогулки. Меньше мото-поездок. Ну, а это у нас, наверное, шестая серия подошла к концу. Хорошего вам настроения. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok